Насколько часто эмоциональный интеллект коррелирует с эмоцией по психософии, с этикой, по сационике? Я думаю, что можно к эмоциональному интеллекту прийти. Итак, ребята, я думаю, что вы слышали про эмоциональный интеллект, что это такое. Вот сейчас мы разберем на составляющие, на кирпичике, что это такое вообще и что с этим делать. Итак, эмоциональный интеллект – это сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные. Вот интересный момент, что эмоциональный интеллект не только чужие намерения позволяет понимать, но и свои собственные, что ты вообще хочешь. Да, потому что это очень интересно наблюдать за людьми, которые пытаются строить отношения, при этом запрос у них другой и действуют они, исходя из этого запроса, и пытаются делать что-то совершенно иное, не связанное с построением семейных отношений. Но при этом заявляют и для себя, и для других людей, что они на самом деле хотят именно семью, детей со всеми вытекающими. И получается, что человек заявляет одно, действует иначе и не понимает, почему же ничего не получается. Это, конечно, такое, тоже за логиками, кстати, замечено. Да, да. Хотя, ну, все-таки логики они сильнее подвержены. Логики в группе риска. Да. Так, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. И относится к гибким навыкам, так называемой soft skills. Вот если мы возьмем вот это вот определение, то у нас тут есть психосовская эмоция, особенно вторая. Да. Как наиболее гибкая, как наиболее ориентированная на взаимодействие, на обратную связь, на диалог. Понимание мотивации и желания других людей, тут у нас уже этика вообще. Тут как бы и черная этика, и белая может быть, в зависимости от контекста, потому что черные этики, они точно так же понимают и мотивацию, и желание, и могут прикинуть, что человеку надо вообще конкретному. И воля. Потому что тоже мотивацию увидеть и вообще захотеть увидеть желание какого-то человека, чего он хочет, куда он направлен, к чему он стремится, это тоже может быть про волю. И у людей с процессионной волей это легче, конечно, получается. Особенно понимать еще свои собственные желания, это тоже про волю. Ну да. Вот. То есть в данном описании, если мы видим, то это сумма психосовской эмоции второй, соционической этики и черной и белой. И еще тут воля психосовская тоже примешивается. То есть эмоциональный интеллект, он состоит из вот этих вот компонентов. Так, что тут дальше? Понятие эмоционального интеллекта появилось как реакция на частую неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность человека в карьере и жизни. Ну да, у человека может быть зашкаливающий интеллект, он супер классно решает математические задачки, но по жизни у него полный швах вообще в взаимоотношениях, в карьере, вот это вот все. То есть он очень умный, но очень бедный. Ну бывает и обратное в карьере у человека все хорошо, а в отношениях он вообще не знает, что делать, не понимает, почему у него там какой-то ужас. Этому было найдено объяснение, состоявшее в том, что успешные люди способны к эффективному взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных связях, ну мы понимаем, что белая этика тут видимо, и к эффективному управлению своими собственными эмоциями, в то время как принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и тесты интеллекта не оценивали эти способности. Ну да, тест на интеллект, обычно классический, он вам не покажет, насколько у вас сильная там белая этика, воля или эмоция. Вот, но самая главная штука, что, тут как описано, что успешные люди, они способны к эффективному взаимодействию с другими людьми. Что такое эффективное взаимодействие, и нужна ли там сильная этика? Совершенно не обязательно. Эффективное взаимодействие, это вот умение распознать, чего другому человеку надо, если вы не можете это распознать. В большинстве случаев может просто помочь, если вы с человеком, например, выстраиваете какое-то сотрудничество. Ну вот, эффективное взаимодействие, это когда вы оба покоммуницировали, и вам обоим от этого какой-то плюсик, любого характера, будь то эмоциональный какой-то, будь то, я не знаю, там, профессиональный или еще какой-нибудь. Вот, невозможно эффективное взаимодействие, если вы оба не остались после этого в плюсе, и этому человеку потом после этого еще и захотелось вам, ну, продолжить как-то с вами взаимодействовать. Вот это есть эффективность. Этика тут обязательно сильная? Совершенно нет. А что тогда тут обязательное? Даже если вы логик, к примеру, эффективно взаимодействовать, можно все равно научиться и как минимум если вы испытываете сложности с тем чтобы распознать что человеку надо а ему всегда что-то надо некоторые логики вот пишут нам например в анкетах психосовских там нас есть вопрос про можете ли вы другого человека заставить то что вам нужно ну эти как правда тоже такая случается штука многие непрокаченные воли они думают что можно другому человеку что-то навязать то есть допустим там кому-нибудь там понадобилось не знаю там хочу там новый какой-нибудь новый диван вот сам его покупать не хочу но я буду капать на мозги своим близким чтобы они его тоже захотели то есть в одностороннем порядке есть у нас вот объект воздействие мы начинаем его капать на мозги чтобы его к этому принудить что называется они думают что так проявляется их волевой характер моя воля я навяжу навяжу свои желания другому человеку вот и вот тут ускользает момент то что у других людей у них свои мотивации свои цели они могут на этот вопрос смотреть совершенно по-другому и может казаться что не нужно что это совершенно не своевременно или еще что-нибудь вот и таким образом эффективное взаимодействие не получится вот она получается когда есть желание другого человека научиться но если вы логик вы не экстрасенс не умеете читать мысли скрытые мотивы вы всегда можете поговорить с человеком и просто у него спросить а чтобы ему хотелось искать какие-то точки соприкосновения при этом возникает следующий вопрос есть какая-то часть людей сложно оценить какой именно процент они вам правду никогда не скажут это нормально потому что по тем или причинам его истинное намерение он вам говорить не хочет или она говорить не хочет и вы понимаете что там он например вам если вам ничего внятного не сказал или сказал что-то но может быть что на самом деле там что-то другое за этим всем стоит что же делать как же все-таки научиться читать мысли они как нужно принять вот то что человек вам сказал то и принимать как некий факт ну скорее всего он по тем или причинам например уклоняется от того чтобы с вами сотрудничать его истинное желание если он вам их не озвучил это его право но просто не под каким-то благовидным предлогом съехал с темы и сказал вам что-то левое но самая главная фишка в том что он не хочет по каким причинам это уже произошло это совершенно неважно на эту вообще на эту тему даже париться не нужно просто вы дальше продолжаете поиск того человека с которым вы сможете эффективно повзаимодействовать а этого человека нужно просто оставить в покое потому что многие думают что это просто вот я как бы не так подкатил не с тем вопросом что интонации надо бы еще как-то потюкать его по голове и тогда все получится до отношения построить построиться сами просто как небоскреб кстати я очень мало слышала где в какой-то психологической среде чтобы говорили о том что иногда в отношениях нужно просто отстать от человека просто оставить его в покое просто там уйти в другую комнату и позаниматься своими делами ну то есть очень мало говорится о том что иногда нужно сделать просто шаг назад подождать и возможно мрак рассеется атмосфера рассеется вы оба позанимайтесь своими делами придете в нормальное состояние и сможете взаимодействовать в более приятной среде и станет как-то знаете больше воздуха в этом во всем вот очень мало почему-то об этом говорят очень часто психологи вот вот к слову о всяких токсичных психологических методик они говорят о том что говори о своих желаниях побольше скажи о своих чувствах вам нужно поговорить спроси его что он чувствует спроси его чего он на самом деле хочет очень они предлагают бегать за человеком и просто допрашивать его и или вываливать свои без конца там желания хотя чек просто ну там он устал или он не хочет об этом говорить или он не хочет об этом говорить сейчас или он не хочет об этом говорить потому что вы его уже достали потому что вы последние полчаса об этом говорить и нужно просто не полгода до взять какую-то вообще паузу если вы не будете так сильно давить на эту тему возможно она как-то сама легче решится вот поэтому осторожнее вот с этими советами про то что нужно озвучивать свои чувства я уже знаете я уже научилась распознавать психологов особенно гештальтистов. Я ничего против не имею, среди них много прекрасных людей, которые в какой-то индивидуальной практике действительно помогают людям, но тем не менее они приходят куда-нибудь, ты начинаешь с ними общаться, и они такие, ой, что-то я в тревоге. Думаешь, ну всё понятно, всё ясно. То есть вот озвучивать. С одной стороны, это правильно осознавать свои чувства, переживания, что с вами происходит, потому что это важный момент, это будет помогать вам адаптироваться в ситуации, потому что действительно, если вы в тревоге, вам нужно поставить себе галочку, что да, со мной это происходит. Кстати, тревогу очень сложно осознавать. Она очень сильно вытесняется, и человек её начинает себе объяснять там всякими другими штуками. Но при этом озвучивать это другим людям, это уже, ну, это уже странная идея. Не все хотят это знать. Классное словечко «проговаривать». Проговаривать. Сейчас мы это всё проговорим, сейчас мы по всем пунктам пройдёмся, чего бы мне хотелось. Вот подожди, куда пошёл, мы ещё не проговорили все пункты. Так, секрет от сильной этики не существует универсальный схем подката, которые бы работали для всех. Конечно, особенно в деталях. То есть есть какие-то вот правила, ну, элементарные какой-то вежливости обычной, что вы с незнакомым человеком скорее будете обращаться на «вы», ещё учитывая контекст. Если вы на улице в него вцепились, он куда-то торопится, то это неадекват. Вот, а если у вас контекст подразумевает, что вы могли бы как-то подойти пообщаться, то какие-то первые шаги элементарные, вежливые, можно это соблюсти, это можно сказать универсальное правило. А дальше уже нужно всё по ситуации. То есть дальше вступает в ход «сильная этика понеслась». Ну или хотя бы просто тот самый эмоциональный интеллект, который может эту сильную этику хоть как-то скомпенсировать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok